Сегодня мы с вами будем разделывать кострец. Называется Топсер Лойн Батт. Это очень универсальный многофункциональный отруб. Разделкой мне сегодня потребуется наконец-то один из моих любимых ножей, о котором мне рассказал Гранд Зазулинский, мой друг, партнер, товарищ. Лишнюю влагу обязательно убираем и лишние пленочки необходимо зачистить. Достаточно большое количество мышц. Первая мышца здесь мы видим мясо, которое отходит. Первое, когда мы видим, что мышца начинает отходить, то вы можете поддеть ее рукой, поддеть ее ножом, она сама у вас отойдет. Небольшой кусочек, очень вкусный. И сразу открывается еще одна часть. Этот нож очень помогает мне, позволяет мясо скоблить, убирая пленки. Кусок мяса визуально похож на язык. Язык кошки, тещин язык. Очевидно, что вот эта часть, она у нас где-то сбоку болтается, соответственно, мы тоже можем ее убрать. Можно прям помочь себе ногтем, рукой. Мы всегда с тобой находим вот эту жилку и начинаем скоблить. Вуаля! Очень мягкое мясо после возревания. Я думаю, что мы приготовим из него с тобой сегодня стейк. Мы получили с тобой кусок мяса, который, по сути, уже готов для того, чтобы мы нарезали его на стейк и пожарили. Но мы можем пойти дальше и этот отруб еще разобрать на мышцы. Вот эта часть, она у нас немного болтается. То там проходит очередная жилка. Эту самую часть разобрать по соединительной ткани. А соединительная ткань вот у нас проходит. Мы с тобой раскрываем тот самый путь. Вот она у нас показалась. Сняли как раз мясо с этой жилы. Здесь еще одна жила. Идет наш копилку. Сегодня с вами будем готовить два стейка. Убираем все лишнее. Эти мини-пленочки, они отходят сами по себе. Вуаля! Стейк, который называется язык тещи, либо кошкин язык. Давайте приготовим еще парочку стейков отсюда. Назовем это ложный стейк филе миньон. Сейчас мы еще свяжем его бечевкой и вообще не отличишь. Соль. Черный дробленый перец. Смажем небольшим количеством растительного масла. Так, помню, что нам для отдыха мяса нужна всегда решетка. Четыре с половиной. Без масла. Запах перца черного появился. По ощущениям стоит перевернуть. Ну, отлично. Снимаем мясо. У нас здесь остались замечательные поджарки. Мы сейчас можем затянуть это сливочным маслом, можем затянуть это бидным соусом, что мы и сделаем. Ну, дайте мясу полежать. Пусть оно полежит минут 5-6, потом мы обжарим его и отдадим. Немного сливочного масла. Перекладываем мясо. Все отдыхает. Сливочная масла. Немного тимьяна. Все поджарочки у нас, они отошли в наш замечательный соус. Шпинат. Оливковую маску. Соль и перец. Я не люблю, когда он прям весь размокает, поэтому оставим его свежим. Все, готово. Слушай, каждый раз снимаем, удивляюсь, что правда не постанова, но плюс-минус получается всегда одинаково. У нас с тобой есть наши любимые баранчики. Мы всегда с тобой их используем. У-ля-ля. Ну да, здесь такой, на самом деле, я бы сказал, даже уверенный рэр. Кладем шпинат. Небольшое количество соуса. Соус на основе красного вина. Так, и, конечно, язык. Универсальная прожарка. Очень мармеладный цвет. Вуаля. Очень горячий вкус. Рабочая мышца, но после выкрывания мягкая. Саша уговорил меня попробовать. И хорошо, что уговорила. Мясо очень похоже, но это мне больше даже нравится. Все, в общем. Продолжение следует...